Всем привет! Сегодня у нас на ремонте пушка-гонка! Суперстантовый аппарат! БСЕ! Какой там G или какой типа того я не знаю, но в общем какой-то БСЕ. Довольно таки неплохо выглядит. Колеса это не родные, колеса это от Мотарда подороже, чем этот мотоцикл стоит, судя по всему. Потому как я как-то узнавал и что-то как-то не особо сильно они дешевые. Видно у него уже пластик перекрашен. Ну так смотрится кстати достаточно неплохо. Весь на тюнинге. В принципе об этом чуть попозже. Главная моя сейчас задача это разобрать мотор. Надо поменять кольца. Кольца, колпачки, это прокладки. И масло понятное дело поменяем. И никаких проблем с поршневой нету. Масло он не жрет. Надо даже посмотреть. Просто это такое желание хозяина этого Мотика. Хочет, значит будем делать. Но тормозной диск у него впереди конечно шикарный. Огромный как на каком-то Спартаке элитровом. Надеюсь что двигатель не придется вынать из рамы. А то это будет конечно не самый приятный сюрприз. Который он мне преподнесет. Кстати двигатель без балансировочного вала. Ну вроде так работает достаточно неплохо. Как перфоратор конечно. Ладно поехали. А сейчас мы можем наблюдать попытки замерить компрессию. Которые забегая наперед не увенчались успехом. Смотреть тут особо не на что. А слушать тем более. Потому что нет слов одни эмоции. Ну как говорится. Хорошая месля приходит опосля. Если уж прям на чистоту. То в нашем конкретном случае. Сколько мы ее не ждали. Она так. И не пришла. Что-то мне подсказывает что правильнее использовать компрессометр такой. У нас под рукой почему-то оказался такой. Но мы не стали расстраиваться. И намотав сопли на кулак. Все же выбили 5 попугаев из 13. Айми красавчики. Что в свою очередь скажу я вам. Весьма неплохо. Ага. Распредвал. Надо звезду снять сразу. Ага. Так. Затем сама головка. Вот она все. И теперь металлопакет оторвать нужно. Опа. Это металлопакеты везде стоят. Машин. Мотоцикл. Так. Башмак. Затем. Допустим еще один башмак. Ага. Натяжитель надо будет потом взвести. Цилиндр. Мы глянем. Даже хом присутствует. Да слушай. Даже хом присутствует. Задиров нету. Ну на солнце посветишь. Вот она. Ага. Поближе восьми чуть. Отлично. Цилиндр вообще как новый. А ну-ка. А поршень сам. Да блин. Вообще по кайфу. Слушай. И поршень и цилиндр. Все по кайфу. Отлично. Все с поршнем хорошо. Следов перегрева нету. Следов задиров нету. Маслица конечно подкидывал. И может смесь богатая была. Потому что нагара много. На стуке мы не жалуемся. Со стуками все хорошо. Цепь чтобы не провалилась. Ее придется сделать. Так как визуальный осмотр цилиндропоршневой группы никаких явных дефектов не показал. Что в свою очередь даже как-то странно. Ведь это ж китайский мотак. Тогда накидываем все обратно. И раз вся самая основная работа предстоит с головкой блока от цилиндров. То к ней и приступаем. Что-то посильнее надо было ударить. Так не забыть бы с какого это клапана. да? Люфт пальцами проверил. Как там видим в одном комментарии. Чувак написал. А чем же я хочу проверять? Не индикаторами часовой типа и всего остального. Так наждачку. Можем так много и высыпать. Но для такого-то аппарата не ничего не жалко. Слышно? Не надо показывать. Неправильно. Клапана притерли. Даже матовое колечко появилось. На камеру конечно плоховато будет видно. Но вот здесь оно есть. По идее оно должно быть поуже. Но в нашем китайском случае оно широкое. Теперь смазываем маслом. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть. Много не надо. Так. А тряпочка у нас будет. А перчатка будет. Отлично. Перчатку сюда и положим. Берем перчаточку. Переворачиваем головку. Колпачок одевается от руки. Аккуратно продеваем клапан. Так же и со впускным. Оп. Проверяем чтобы железное колечко было на своем месте. Продеваем клапан аккуратно. Все. Теперь где наша шайба которая вылетела? Так. Один не хватало. С какого клапана вылетела? С этого клапана. Должно быть две шайбы. Одна поменьше и вторая. Так. Это выпускной. Это впускной. Потому что одна шайба под маленькую пружину. Одна шайба под большой пружиной. Далее берем сухари. Ну и все как обычно. Ловкость рук. И никакого мошенничества дать вам. Так. Рукоми конечно. О. Может у меня и получится. О да. Да. Получилось бы только. Так. Не особо это получается. Я смотрю. О ладно. Так. Все. Вырубай камеру. Ну короче. Записывай. Записывай. Поверни немного сюда. Подожди давай. Ушастый. Ты еще расскажешь это слово. Ты еще этим словом. Где ты его откопал? С каких закромах? Видео то идиот. Ну вообще то не я же с теми словами. Так это ты мытюкаешься. Я то нет. Я добропорядочный. Это мой этот. Я добропорядочный. Что давай. Сейчас разрезаключимся. Мааа по кайфу. Снял оху? Ну вроде бы. Вот так. Сбоку чуть-чуть. Да. Ну вроде как обычно. Все. Руки и зопы тоже ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь плохо конечно видно. Если приглядеться на маховике стартера, то есть не стартера, а генератора. На роторе или как он там. В общем на этой балде. Есть тоже метка. Маленькая рисочка. Ее она будет сопоставить с риской на отливе. На крышке. С риской на крышке. Сопоставляем здесь метку. Здесь метку. И в принципе нормально. Прокручиваем. Проверяем. Все хорошо. Нехорошо. Если не хорошо переставляем. Если хорошо. Ну не хорошо не может получиться. Будет все хорошо. Так что как то так. Да партишка. Что у тебя получилось? Да. Теперь нормально стало? Ну зазор есть там небольшой. Да ну. Не не не. Все. Вот так и должно быть. То было наперекос. Невнимательность. Это наш конек. Это я умею. Я тоже. Это я умею. На дворе ночь. Но мы и собрали. Первый запуск. Кстати балка светодиодная. Прикольная. Ну как. Полторы тысячи стоит. Не знаю. Ах! 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 брал пушку гонку ничего сложного не стал показывать обратные процессы сборки двигателя и всего остального метки грм ставятся очень просто и легко и так же как и все остальное единственное что конечно чтобы достать цилиндр с головкой пришлось двигатель откручивать с и немножко в бок его пододвинуть думаю это не так-то и страшно в общем плане мировой революции это мелочи не так-то много здесь и болтов откручивать это достаточно просто здесь все делается чтобы натянуть цепь пришлось откручивать стартер но это единственное неудобство которые здесь присутствуют принципе стартер откручивается легко с той стороны два винта откручиваем вот эти два болтика открутили стартер сюда вытащили натяжитель поставили обратно за сунули все еще подрегулировал руль ну скорее тут бы конечно неплохо было бы поменять подшипники так как эти уже немножко под износились я хоть и подтянул здесь сейчас добился такого момента когда руль достаточно легко поворачивается и не люфтит в идеальном идеале конечно бы поменять подшипники заменил колечки цилиндром все было отлично с кольцами тоже притер клапана поменял масличка масло меняется у него достаточно тоже просто отсюда во сливается здесь пробка пружинка и фильтр отсюда заливается заливать конечно не очень удобно где-то литр масла грубо говоря но там может 900 грамм зазоры на клапанах поставил единственное что не очень поддается регулировке карбюратор карбюратор тут гибби какой-то судя по всему даже не судя по всему а он очень неплохо так льет наверное тут скорее надо играться с иглой поднимать ее точнее опускать иглу и с джеклерами что-то этим не особо хочу пока заниматься лучше наверное сюда купить какой-нибудь позе 30 или ежиклеры на этот карбюратор в общем с карбюратор пока под вопросом вроде как едет но если резко дайте в газ в пол то получается не очень приятный момент а так принципе пушка гонка готова готова к бою готова покорять новые вершины спорта достаточно неплохо так выглядит достаточно так интересно колеса классные у него светодиодная балка тоже прикольная конечно еще какие-то странные проблемы с подачей топлива сейчас вроде она идет вроде как и не хочет идти то есть то идет то не идет еще с этим не очень понятно бак хоть и наверху она должна типа самотеком идти но забор на карбюратор он идет повыше то есть вот тут вот но по идее должно идти может давление не сильно такое создается хотя двигатель когда работает карбюратор сосет и довольно таки неплохо при всех условиях должно все работать хорошо но принципе на ходу проблем нету единственное что на холодном пуске конечно тормозные вот эти вот тормоза передние вот эту качельку ее было бы неплохо усилить так как что-то как-то она не особо сильно впечатляет меня в том плане что она люфтит то есть супер тормозной к тормозишь болтается а тогда тормоза прям цепки капец ну конечно таким диском как на спорте и мы никакие brembo здесь не помогут еще не очень приятный момент это то что трос протирает крыло но принципе никто на это я так понимаю не обращает внимание ну да ладно тормоза я думаю лягушка чего она отключена тоже нету стоп стоп-сигнала достаточно громкий он тут не флеет и ничего нету в общем любой школьник отремонтирует за пол часа еще я тюнингует тут система pro link стоит я смотрю система дополнительных рычагов еще и амортизатор с регулировкой видимо сжатия и отбоя и плюс еще ко всему и вилка с регулировкой не просто перевертыш а с регулировкой тоже наверно жатие отбоя джем с супер тюнинг руль rental тоже какой-то супер дорогой колеса уже вообще молчу звезды тормозные диски в общем валена в этот аппарат бабок немало поэтому особо сильно я на нем не наваливал техника дорогая техника не моя да и нет смысла принципе еще есть к чему приложить руки а там уже будет видно по-хорошему сейчас бы самое что необходимо это с карбюратором разобраться подобрать джеклер чеки и все остальное или возможно другой карбюратор и что немаловажно заменить 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 как бы это сказать подшипники в рулевой колонке а так все отлично все супер мотоцикл полностью обслужен все сделано кстати насчет цилиндра насчет цилиндра достаточно неплохо все я скажу было выработки такой максимально нету задиров нету поршень вообще как новый кольца тоже отличные правда немножко они там уже завальцевались но в принципе принципе на нем же отжаривают они спокойно ездят конечно они немножко завальцуются со временем но я думаю это не особо страшно такая серия получилась достаточно короткую и сделал потому что не стал рассусоривать сама уже поднадоело в принципе такой новый опыт если понравилась серия подписывайся оценивай комментируй не держи секреты от друзей и всем привет из феодосии пока до новых встреч каждому кто посмотрит это видео в гараж такой аппарат а